Проблемы в отношениях возникают независимо от политического строя и экономической ситуации. Но если говорить о нашем веке, то причина большинства противоречий между мужчиной и женщиной – это смена социальных ролей. И чтобы найти компромисс между природным и социальным, придумали всевозможные тренинги и практики. Это как раз борьба противоположностей. Это та граница, которую, перейдя, которую женщина превращается, ну, чаще всего даже называют в лошадь, вот, а если в ту сторону, там она теряет себя как личность. А вот эту тонкую грань надо найти. Но она легко находится, если женщина занимается вот раскрытием своей женской суть. Вам предлагают какую-то деятельность, а вы спросите, а это принесет мне счастье? Я буду от этого счастлив. Если вам надо ехать час в одну сторону, час в другую сторону, и там еще коллектив не такой, зато зарплата хорошая. Вы будете от этого счастливы. Писатель и психолог Анатолий Некрасов на этот раз со своей аудиторией общался в формате спектакля. Я так поняла тоже, ей все это открылось. Простите, дети, что я вам уготовила такую судьбу, что вы пошли по жизни по моим стопам. Каждый нашел в себе что-то или в своей жизни, или в жизни родителей, а главное, увидел выход из этой ситуации. В зале немало мужчин, что для подобного рода мероприятий редкое явление. Кстати, у автора есть и темы для размышления, сформулированные специально для сильной половины человечества. Понимание женщины, уважение к ней, любовь к ней, что ей нужно для того, чтобы она расцветала. Вот это, я думаю, мужчины вынесли. Ситуация, знакомая многим, когда девушки и женщины бесконечно посещают различные тренинги, заменяют ими истинные отношения и при этом счастливыми так и не становятся. Все дело в активных действиях, точнее их отсутствии. А если у нее проблемы, и она читает, у нее проблемы, она приходит на тренинг, и у нее проблемы, ну, это не радость. Я радуюсь реальным событиям в жизни человека. Мало того, у меня на консультацию человек не может прийти второй раз, второй, я провожу только одну консультацию. Раньше трех месяцев, через три месяца, если она звонит и плачет, что у нее ничего не получается, извините, я дал все. Если не получается, то только твои проблемы. Ты просто ленишься, ты просто не хочешь, ты просто дуришь. Радости больше или еще большей загрузки своими проблемами. Потому что она везде все виделась, везде сравнивала, и все не в ее пользу. Обычно женщины живут на пяти-семи женских качествах. Это еще хорошо. Обычно три-четыре. А знаете, женских качеств более двухсот. Так вот, любить себя, ты изучи хотя бы, осознай женские свои качества. Ну, хотя бы часть раскрой. А если побольше? Представляете? Поэтому любить себя, это надо просто раскрыть себе вот свою суть. Момент такого ясного, четкого понимания, как будто небеса раскрылись, и она увидела всю жизнь разом. И увидела, как она шаг за шагом уничтожала свою семью. Моноспектакль «Три часа любви, изменившие жизнь» в Челябинске прошел с аншлагом. Этой весной наша публика ждала новой встречи с Анатолием Некрасовым. Но известная ситуация вмешалась и в эти планы. Встречу отложили до лучших времен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова